Девушки отдыхают на христианский контекст и на взаимодействие между христианскими общинами и зарождающейся общиной мусульманской. А сейчас давайте обратимся ко второму аспекту взаимодействия, ко второму аспекту аравийского контекста развития общины ислама, ума, к иудейскому контексту. Ключевым событием здесь было переселение из Мекки в Медину в 622 год. Именно после этого события взаимодействие... Да, это событие называется хиджра, хиджра, переселение. Именно после этого события взаимодействие между мусульманской и христианскими общинами стало особенно плотным. И здесь была медаль о двух сторонах. С одной стороны, мусульмане были в восторге от иудеев, мы восхищались иудеями. С другой стороны, было серьезное разочарование по поводу того, что иудейский народ в целом не принял Мохаммеда пророком Божиим. Для самого Мохаммеда это стало неожиданностью. И очевидно, что конфронтация и противостояние было суровым. Иудеи вполне могли сказать... Ну, я, по крайней мере, так немножко домысливаю. В исторических документах этого нет. Я просто так себе представляю. Иудеи могли сказать... «Ведь все пророки Божии — потомки Авраама, а ты не от Авраама». Мохаммед, скорее всего, отвечал... «Ну, как же не от Авраама? Я потомок Исмаила, первородного сына Авраама». «Как же вы говорите, что я не могу быть Божиим пророком? Ведь в моих жилах кровь Авраама». Такого диалога в Коране не записано. Однако исторические свидетельства убеждают нас в том, что между исламской и иудейской общинами были серьезные трения, споры о том, является ли Мохаммед пророком Божиим или нет. Поэтому, я думаю, моя реконструкция вполне вероятна, вполне предположима. Такие споры действительно между ними шли. Принятие различных иудейских тем в новой исламской ума, в исламской общине, на самом деле, очень и очень важно. В Коране о Моисее написано больше, чем о всех других пророках, в том числе больше, чем о Мохаммеде. Моисея очень уважают. Моисей ведь пытался делать то, что удалось потом Мохаммеду. Моисей пытался объединить политическое и религиозное устройство. У него даже получилось, по крайней мере, применимо к Израилю. Мохаммед пытался делать то же самое. Он пытался объединить политическое и религиозное устройство. У него получилось, конечно, гораздо лучше. По крайней мере, считалось, что у Мохаммеда получилось гораздо лучше, Потому что Мохаммед установил в Медине такую политическую власть, которая потом разрослась на весь мир, а власть Моисея так и не распространилась дальше Израиля. Ему удалось создать политическую систему лишь для одной страны. Эта система так и не стала универсальной, как у Мохаммеда. Но идея объединения политической, военной и религиозной власти восходит не только Константину, как мы с вами говорили на предыдущей нашей встрече, она восходит еще дальше, к самому Моисею, к примеру, Моисея, которым, конечно же, восхищался Мохаммед. Сходства между иудейским и исламским движением очень существенны. Давайте отметим, например, имя Божие. Авраам поклонялся всемогущему Богу, которого он называл словом «Элохим» или «Эл» или «Элохим». На арабском языке это еврейское слово передается словом «Аллах». Получается, что имя Божие, которое приняли мусульмане, восходит к Аврааму. «Элохим» на еврейском языке, «Бог всемогущий», арабская транслитерация, «Аллах». Значит, «Аллах» и «Элохим» на самом деле синонимы. Итак, даже само имя Божие, которое приняли мусульмане, восходит к Авраамовой традиции, к традиции Авраама в иудаизме. И ислам настаивает, что Бога только так и можно называть, никак иначе нельзя. Это правильное имя Божие, Аллах, которое восходит к имени Элохим. Это чрезвычайно важно. Очевидно также, что Мохаммед видел свою миссию в том, чтобы провозглашать Бога Элохима, Бога Авраама, и только его, никого другого. Писание в иудейском контексте, в иудейском движении Тора, в центре всего. Все основано на Торе, на пяти первых книгах Ветхого Завета, где исход левит числа второзакония. Тора — закон Божий. Эти книжи стоят в самом сердце, в самом центре иудаизма. В иудейских синагогах всегда читается Тора, при всякой встрече. Все основано на Торе, вся община держится на центральности Божьего Откровения, на центральности Божьего Закона, на Торе, в который нужно верить, который нужно быть послушным. Для мусульман же в центре Коран, как мы уже говорили. Коран в исламе фактически занимает место Торы в иудаизме. Богословская основа, центральность некой книги Священного Писания объединяет ислам с иудаизмом. Да, иудаизма, Тора — Слово Божие, каждая буква. Когда иудеи читают Тора в синагоге, не просто кто-то встает и читает. Есть чтец, а за его спиной стоят свидетели, которые следят за каждым словом, чтобы он не ошибся, чтобы каждое слово было прочитано правильно, чтобы ни влево, ни вправо он не отклонился от Бога вдохновенного текста. Вот так в синагоге читают Священное Писание. Сегодня я читал Библию, читал вслух, но никто через плечо не смотрел, не проверял, правильно ли я читаю. Для иудеев, если читаешь Тору, то каждое слово нужно прочесть правильно. То же самое волнует и мусульман, чтобы каждое слово, исходящее от Бога, каждое слово Корана было прочитано правильно, не отклоняясь ни налево, ни направо. Тора и Коран имеют особое место в общинах иудейской, и мусульманская для мусульман, Коран для иудеев Тора. Нашло время, и мы с вами будем говорить об этом подробнее, и у мусульман появился еще один уровень авторитета — шариат. Шариат, то есть закон. Это практическое применение Корана в повседневной жизни. Мы хотим слушаться Корана. Как же это делать? Да вот как. Шариат — система закона, которая описывает, каким образом слушаться Корана. А у иудеев? У иудеев — Талмуд. У иудеев есть такой забор вокруг Торы, который описывает, как себя вести для того, чтобы быть послушным Торе. Талмуд огромен. Много-много томов. Можно всю жизнь посвятить изучению Талмуда. Иудейский закон. Он описывает все области нашей жизни. В Штатах я иногда хожу в ортодоксальную иудейскую синагогу. Если мы входим в комнату, и там свет выключен, Равин говорит, я не имею права в субботу включить свет. Включите, пожалуйста, свет кто-нибудь, потому что только язычники могут включить свет. Потому что в Торе и в Талмуде написано, что в субботу нельзя зажигать огонь, а электричество — это тоже огонь. Значит, зажечь свет нельзя, включить свет нельзя. Нужна помощь язычника. И вот я обычно включаю там свет. Талмуд. Каждая область жизни, все области жизни подробно в нем описаны. Как жить для того, чтобы слушаться Торе? У мусульман ту же функцию исполняет шариат. Шариат наполняет множество и множество томов. Исламская цивилизация на протяжении многих столетий во всему миру огромные усилия тратит на то, чтобы изучать, понимать, толковать шариат, чтобы все области нашей жизни были по закону шариата. И шариат также называется «забором вокруг Корана». Как у иудеев есть Талмуд, «забор вокруг Торы», так и здесь, шариат, «забор вокруг Корана». Об этом мы поговорим подробнее несколько позже, пока лишь общее обозрение даю. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Но для того, чтобы понять сущность шариата, необходимо разобраться еще с одним слоем, одним уровнем авторитета. Так называемые хадисы. Хадисы — традиции. Шариат развивается на основе хадисов и на основе Корана. Хадисы — это описания жизни, поступков и слов Мохаммеда. Итак, два уровня — Коран и хадисы, которые и формируют шариат. А в аудейском контексте у нас Тора и Мишна. Мишна — устные предания, устная традиция иудеев, раввинов. И, собственно говоря, Мишна связана с формированием Талмуда. Система очень похожая. Есть и другие сходства. Например, мусульмане поклоняются в мечети. А где поклоняются иудеи? Конечно, в синагоге. Место поклонения. Во время поклонения иудеи поворачиваются в сторону чего? В сторону Иерусалима, конечно. А мусульмане? В сторону Кабы и Мекки. На протяжении долгого времени мусульмане тоже оборачивали в сторону Иерусалима, как иудеи. Великий раскол наступил уже в Медине, когда стало понятно, что иудеи не признают, не примут Мохаммеда пророком Божиим. Он был очень разочарован. И вот с того времени, во время поклонения, они стали отворачиваться от Иерусалима, обращаться к Мекке. И теперь стало понятно, что дороги, пути ислама и иудаизма разошлись. Очевидно, что Мохаммед ожидал, что иудеи примут его пророком Божиим, и ислам станет выражением, арабским выражением иудаизма. Я думаю, именно этого он хотел, именно об этом он мечтал. Он мечтал также, чтобы ислам стал выражением христианского движения на Аравийском полуострове, чтобы христианство и иудаизм каким-то образом объединились в исламе. Он был разочарован тем, что иудеи не приняли его пророком. Это было глубочайшее разочарование — отвержение со стороны иудеев. И вот тогда молитва была устремлена в сторону Мекки, а не в сторону Иерусалима. Так что иудейское влияние очень существенно в формировании зарождающейся исламской общины ума. Некоторые исследователи... Кстати, жалко, что Катрега здесь нет сейчас. Я, когда читаю лекции, всегда представляю себе, что мой друг Бадру Катрега стоит здесь со мной. Мне жалко, что он не может мне ответить сейчас. Может быть, он со мной согласится, может быть... И нет. Но мне кажется, и опять-таки, это не только мое мнение о мнении, и других ученых также. Менение заключается в том, что иудейское влияние в исламе столь существенно, что ислам — это, по большому счету, некий иудаизм, проявление иудаизма после Христа. Помните, Мохаммед ведь настаивал, что ничего нового он не принес. Что ислам — продолжение служения других пророков. То есть они надеялись, что ислам станет продолжением иудаизма. Иудаизм причёсанный, может быть, переработанный. Но, по большому счету, это продолжение иудаизма. И, по-моему, это действительно так и есть. Есть серьёзная, глубочайшая связь между исламом и иудаизмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok